В предстоящем воскресенье свой профессиональный праздник отметят строители. К этой дате было приурочено подписание соглашения о партнерстве между администрацией Волжского и саморегулируемой организацией строительный комплекс Волгоградской области. О перспективах союза властей и промышленников в репортаже Людмила Кухаревой. В России теперь нет лицензирования в строительстве, а есть саморегулируемые организации. Они объединяют компании, осуществляющие строительно-монтажные работы. С одним из партнерств, который называется строительный комплекс Волгоградской области, мэрия Волжского заключила соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве. Стороны, это мы с администрацией, подтверждают свои намерения осуществлять взаимодействие и сотрудничество в интересах жителей города Волжского. Организации трудовых коллективов, входящие некоммерческой партнерством строительного комплекса Волгоградской области, направлено на рост объемов строительного производства, развитие персонала и повышение жизненного уровня работника. У каждой из сторон свои обязанности. У саморегулируемой организации контроль за выполнением стандартов в строительстве, содействие в устранении недостатков и взаимодействие с органами местного самоуправления. То, что сегодня мы делаем, наверное, это будет позволять организациям, ну, во-первых, нам контролировать качество выполняемых работ, предъявлять соответствующие требования по качеству выполнения работ. И когда они участвуют в муниципальных заказах, мы знаем, что это организации достойные, которые могут представить данные СРУ в участии в наших программах. На долю города в основном приходится информирование о возможных коммерческих проектах. Это несомненный плюс отмечает строительное бизнес-сообщество. Они получают больше информации, не только информации из источников, которые висят на сайте администрации, но и какие-то дополнительные. То есть, может, о каких-то, так скажем, перспективных развитиях города, да, то есть они дают, что через сколько-то лет там будет строиться там то-то, да, в инвестиционных планах есть строительство этого. Участники СРУ будут иметь возможность оперировать эту информацию и готовиться к выполнению работ заблаговременно. Участники саморегулируемой организации уверены, что этот институт – стабильная основа для развития стройотрасли России. Она обеспечит качество строительных работ и в итоге безопасность граждан. Это главное пожелание строителям в канун их профессионального праздника.